Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем проект «Камчатка. День за днём», в котором мы один раз в неделю читаем старые газеты и узнаём, что происходило в эти дни, в различные годы, на полуострове. Сегодня мы читаем газеты с 18 по 24 февраля разных лет прошлого века. Начнём наши изыскания. 18-й день февраля, 1962 год. Газета «Камчатская правда». Заметка «Подарок оленеводам Аянке». Аянка, напомню, это небольшое национальное село на севере Корягского округа. Рабочие судоремонтно-механического завода решили отправить в подарок оленеводам Аянке небольшую библиотеку. В течение нескольких дней они собрали более 250 книг, произведений советских зарубежных писателей, комплекты журналов. В этом хорошем деле приняли участие все рабочие завода. Хочется отметить комсомольцев в радиоучастка. Евгения Статешного, Аллу Белоног, Евгения Цветкова, Василия Бельского. Вот такой подарок научившимся читать корякам пришел в 62 году прошлого века от Петропавловских пролетариев. День следующий, 19 февраля, год 1947. Газета «Камчатская правда». Некто Овсянников пишет заметку «Звено Власова отремонтировало пять моторов». Пишет, это, конечно, понятие своеобразное. Газета указывает, что передано по телефону из Усть-Большерецка. Образцово работают в комбинате имени Микояна на ремонте моторов мотористы товарищи Власов, Гришкин, Рязанов. Выполняя по полторы и более нормы в день, они досрочно отремонтировали пять двигателей. Ремонтники обязались ко дню Советской Армии капитально отремонтировать мотор ХТЗ НАТИ с катера «Стрела» и подготовить к сборке мотор СД-2 с катера «Ястрел». Со звеном товарища Власова, пишет «Камчатская правда», соревнуется звено мотористов товарища ТУЗ, которое приняло обязательство к 23 февраля отремонтировать мотор с катера «Вихрь» и подготовить к ремонту мотор с катера «Волна». Да, это правда, это правда. День следующий. 20 февраля, год 1919. Газета «Камчатский вестник». Сообщение из поселка Кихчик. Население возмущено рыбопромышленника люрии, который ловит в реке рыбу двумя неводами, безостановочно, в потребном для своего предприятия, в количестве и специально привезенными на промысел рабочими. От местных жителей рыба принимается очень немного, лишь для того, чтобы показать вид, что предприятие действительно занимается скупом рыбы от местного населения. Большеретский волостной комитет в защите интересов населения ходатайствует обязать рыбопромышленника люри принимать всю сдаваемую рыбу. Кстати, обратим внимание, насколько это похоже на день сегодняшний, когда ряд недобросовестных владельцев рыбохозяйственных предприятий по побережьям завозят на полуостров гастарбайтеров вместо того, чтобы предоставлять рабочие места местному населению. Нет, отдадим должное, что ряд предприятий услугами гастарбайтеров не пользуются. Это и колхоз Ленина, и Витязя Авто, и Усть-Камчат Рыба, и еще другие предприятия. Но есть заводы, на которых в Красную Путину черным черно. Но мы продолжаем наше чтение. 21 день февраля, год 1940-й, газета «Камчатская правда». Домохозяйки идут работать на производство. Передано по радио из Микояновска. Если кто не знает название Микояновск, то до 1957 года так назывался расположенный в Усть-Большевецком районе поселок Октябрьской. Итак, заметка «Домохозяйки идут работать на производство». С каждым днем все шире развивается движение среди домашних хозяек, изъявляющих желание идти работать на производство. На 16 февраля заключено 72 договора с домохозяйками, которые примут активное участие в выполнении плана Путины. Впереди идет первая база, где заключено 30 договоров. Домохозяйки первой базы обязались обработать 19 тысяч центнеров рыбы. Иншаллах! День следующий. 22 февраля 1983 года. Газета «Камчатский комсомолец». Заметка из кладовой вулкана. Кстати, очень интересная заметка. Обратите внимание на то, что речь идет о местных ресурсах. Сильные ветры Камчатки не страшны домам, утепленным плитами из вулканических продуктов. Производство их начал завод легких заполнительный. Лабораторные исследования показали, что вулканический шлак может заменить перлит. Запасы шлака у подножья вулкана Козельский, что в 25 километрах от города, огромны. Сделанные из него с применением специальных смол плиты не уступают перлитовым. Первые тысячи кубометров этого материала использованы для утепления кровли промышленных зданий и объектов культурно-бытового назначения. Строители планируют применить их и при сооружении домов. Двадцать третий день февраля. Год 1942. Газета «Камчатская правда». Под рубрикой. «Весь народ помогает фронту», опубликована заметка на пушном промысле. «Передовая бригада охотников колхоза «Пролетарий», где бригадиров товарищ Никифоров из году в год успешно выполняет план пушных заготовок. В текущем промысловом сезоне план выполнен досрочно. Пушнина сдана хорошим качеством. Фонд обороны бригада сдала лисицу и соболя». И тут же пишется «Трудящиеся на Чикинского совхоза отдают все силы на быстрейший разгром ненавистных фашистов. За последние дни усилился приток средств в фонд обороны. В последние два дня для укрепления Красной армии поступило 2945 рублей облигациями госзаймов». Товарищ Цибулько сдал облигации на сумму 1420 рублей. Товарищ Клецко на 1000 рублей. И последняя публикация, с которой мы познакомимся сегодня, это публикация в «Камчатской правде» 37-го года прошлого века. 24-й день февраля. Мы узнаем, что с 23-го февраля в кинотеатре «Полярная звезда» демонстрируется звуковой художественный фильм «Сын Монголии». Начало сеанса в 8 часов. Анонсируется звуковой фильм «Трое с одной улицы». И на этой же странице мы видим объявление, что в книжном магазине «Когиза» «Петропавловск, Ленинская, 25». Телефон 81, если кто захочет позвонить. В книжном магазине «Когиза» отстроено специальное помещение. С очередным рейсом «Ильича» поступает большая партия литературы по различным отраслям знания и всевозможные канцелярские товары. Магазин работает с 9 часов до 13 часов и с 14 часов до 17 часов ежедневно. В магазине имеются, пишет газета, следующие отделы партийной и социально-экономической литературы, экономической литературы, военной литературы, сельскохозяйственной литературы, научно-технической и медицинской литературы, учебно-педагогической литературы, художественной литературы, детской и юношеской, Музо, ноты, изо, картины, гравюры, портреты, открытки и так далее И отдел канцелярских товаров На сегодня все Это был проект «Камчатка. День за днем» Сегодня мы читали старые газеты С 18 по 24 февраля разных лет И, боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет Теперь, как вы привыкли, ставьте лайки Если вам нравится знакомиться со старыми изданиями, пишите комментарии И, пожалуйста, выполните рекомендации, которые вы видите вот в этом вот углу кадра До свидания!